Впервые в Сарове на озере Протяжном прошло открытое первенство Рфятсвнеев по водному спортивному ориентированию. В соревнованиях приняли участие около 80 человек, которые стартовали в течение всего дня, преодолевая дистанцию около 5 километров. Найти промежуточные точки на контрольных пунктах, расположенных вдоль берега Протяжного, на помощь в выполнении задания – карта. Настоящий квест проходили команды в рамках открытого первенства Рфятсвнеев по водному спортивному ориентированию. На каждом плавательном средстве – специальный чип, который фиксирует время прохождения дистанции. В захватывающих соревнованиях участвовали не только взрослые, но и дети. Соперников разделили по разным категориям. Все участники у нас разделяются по типу плавсредства – это байдарки, каяки, либо сапборды. И по типу команд – это, соответственно, по полу, то есть мужские команды, женские команды или смешанные команды. Также отдельной категорией идет – это родители с детьми, таких довольно-таки много. Участники соревнования на озере состязались не только в быстроте прохождения дистанции, но и в навыках навигации, умении работать в команде и принимать стратегические решения. Каждая команда или участник пытается найти оптимальный баланс между скоростью и точностью, чтобы успешно пройти все контрольные точки. Азарты добавляли различные вызовы и испытания, изменение течения или даже неожиданной ситуации на трассе. Дружественная атмосфера среди спортсменов помогает поддерживать высокий уровень мотивации и духа борьбы, даже когда конкуренция становится все более острой. Соревнования на озере не только проверяют физическую выносливость участников, но и развивают их умственные способности и навыки. Необходимо быстро анализировать карту, принимать решения на ходу и коммуницировать с партнерами, чтобы успешно завершить задание. В конечном итоге участие в таких соревнованиях приносит радость от результата и позволяет проводить время на свежем воздухе. Оценить свои силы, пообщаться с друзьями, о возможности победить, но это не обязательно. Открытое первенство получило признание как возможность для спортсменов проявить свою выносливость и мастерство и как хороший способ провести время на свежем воздухе с семьей и друзьями. Подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем, стимулируя интерес к водному спортивному ориентированию и способствуя развитию спортивной культуры. На двух спортивных площадках спортшколы ИКАР прошел отборочный турнир на региональный этап Нижегородской области в рамках международной премии уличной культуры и спорта «Карда». Более 50 участников соревновались по трем направлениям – экстремальный самокат, веломутоэкстрим и воркаут. Победители со всех отборочных этапов будут соревноваться в Нижнем Новгороде на городроме. Уличный спорт давно стал неотъемлемой частью молодежной культуры. Трюки на самокатах, веломутоэкстрим, воркаут – все это захватывающее зрелище, которое привлекает все больше поклонников. Отборочный этап фестиваля уличного спорта «Карда» прошел на воркаут и скейт-площадках, стадионах ИКАР. Победители в каждом из направлений попали в финал регионального отборочного этапа, который пройдет в июне в Нижнем Новгороде на городроме. Совместно с проектом «Улица спорта» проведет отборочный турнир по таким направлениям, как воркаут, самокат и БМХ. Сами соревнования проходят уже не первый раз, но областной отбор в Сарове первый раз происходит. Праздник уличного спорта начался с соревнований по веломутоэкстриму. Саровчане показали все, на что они способны, а судьи оценили не только технику трюков, но и их красоту и зрелищность. Катаюсь я на БМХ уже на протяжении трех лет. В общем, первый раз я участвую на таких мероприятиях. Я считаю, что моя попытка не очень удачная, то есть много всего планировал, но не получилось. За право попадания в финал отборочного этапа боролись и спортсмены на трюковых самокатах. Два бара через фан-бокс. Пять лет я занимаюсь трюковым самокатом. А есть ли у тебя опыт в проведении таких мероприятий? У меня нет опыта в проведении мероприятий, потому что это в первый раз к нам приехали с Нижнего Новгорода ребята. На воркаут-площадке участники выступали в двух направлениях – общая физическая подготовка и фристайл. Эта часть соревнований оказалась самой долгой. Сложности добавила и жара. Однако спортсмены выступили достойно и показали высокий уровень своего мастерства. Это сообщество людей, которые хотят развиваться и тренироваться на турниках, да и не только. То есть выполнять какие-то упражнения на турнике и брусьях. Будь ты это пристайл или же это какие-то динамические упражнения по типу статичных, ну то есть стандартных подтягиваний и отжиманий. По результатам отборочного турнира судьи выбрали трех лучших в каждом направлении. Все они получили подарки, а победители представят город на следующем этапе фестиваля, который пройдет в Нижнем Новгороде. Позже лучшие в регионе будут представлять Нижегородскую область на гранд-финале в Ставрополе. Полоса препятствий для саровских бизнесменов. Центр поддержки предпринимательства собрал на лыжной базе всех, кто готов проверить себя на выносливость в гонке «Территория героев». Сложности спортивным испытаниям добавил зной. Но, несмотря на жару, команды блестяще преодолели все препятствия и отлично провели время. Гонка «Территория героев» проходит в Сарове уже второй раз. В этом году соревнования по бегу прошли в День России на лыжной базе. Участники должны были пробежать дистанцию длиной в несколько километров. На протяжении всего маршрута они встречались с препятствиями, которые для них подготовили организаторы. Сегодня мы первый раз принимаем участие на таком спортивном замечательном празднике. Мы уверены полностью в нашей команде. Мы уверены, что мы 100% доберемся до финиша. И мы 100% победим. Название нашей команды – «Ивент Маньяки». В командах нет спортсменов. Все это обычные горожане, самозанятые бизнесмены, сотрудники компаний. Мероприятие организовывало Центр поддержки предпринимательства. И главная его цель – не только проверка физической выносливости, но и силы духа. Побеждает та команда, которая первой пересекла черту финиша. А значит, ее участники смогли найти в себе силы общаться и договариваться, несмотря на жару и непростые препятствия. Мы хотим победить! После длительного и утомительного забега команды проверили смекалку, находчивость и умение работать в команде. Например, на одной из площадок нужно было с помощью палок поднять мяч, который находился внутри большой коробки с отверстиями. Сделать это необходимо было вместе. Самые разные препятствия в этом году. Мы получали в прошлом году обратную связь от участников. Просили усложнить – мы усложнили. Предприниматели у нас преодолевают и бег по пересеченной местности, и исполняют такую композицию, как бёрпи спортивную, перекидывают шины. И логическое испытание, оно проходит за моей спиной. И масса других испытаний, прежде всего преодоление реки вброд в такую жаркую погоду. Это очень здорово. Гонка «Территория героев» – хороший повод выйти из офисов. Вместе провести время на свежем воздухе и сплотиться, чтобы достигать в работе ещё больших результатов. День России отметили в детском парке на улице Сосина. Там прошла большая развлекательная семейная программа. Для детей подготовили игровые зоны и творческие локации. Также в парке прошёл второй велопарад «Ветер в колёсах». На День России парк Сосина был заполнен детьми на велосипедах. Мальчишки и девчонки разного возраста пришли на старт велопарада «Ветер в колёсах». В этом году его провели во второй раз. Каждому, кто пришёл на велопробег, раздали воздушные шарики, из которых получился российский триколор. Некоторые ребята проехали по дорожкам не на велосипеде, а на скейтбордах. Я участвовала в параде на скейте. Просто у меня велосипеда нет. И как проехали на скейте? Ну, трудновато. Почему? Потому что нога иногда заболевает. Многие юные и совсем маленькие велосипедисты пришли вместе с родителями. Мама и папа поддерживали своих чат, помогали ребятам уверенно держаться на двухколёсном транспорте. Некоторые вместе с детьми проехались по аллеям парка Сосина. На финише все участники велопарада получили сладкие подарки. Мне очень понравилось. Там вначале все собрались и стартовали. Помедленному стартовали. Но потом уже все поехали быстро. Весь город собрался. Было очень интересно и весело. Я пришла с Верой, папой и мамой. Я редко вообще катаюсь, потому что в основном сестра забирает этот велосипед. Но ей купили новый. И теперь у тебя с вами? Да. Очень отличный праздник, потому что его отмечает вся Россия. Я очень рад, что наш город принимает участие в этом празднике. И самое прикольное, что все радовались, никто не обижался. И все призы достались всем. Со своей сестронкой. А сейчас кем ты? С мамой, с папой. Как ты сегодня поехал? Классно. Что тебе понравилось? Как поехали. Также для детей подготовили игровые зоны и творческие локации. Тематические мастер-классы по изготовлению триколора, поздравительных открыток. Викторины по сказкам Пушкина. Юбиляра этого года. Работала большая игровая зона, на которой можно было поиграть в шашки, настолки и другие игры на внимательность и сообразительность. Здесь представлены практически все учреждения культуры. Это детская библиотека имени Пушкина. Это библиотека имени Маяковского. Это детская школа искусств. И детская школа искусств номер два. И представители Центра развития культуры и искусства. Праздник в парке Сосино подарил яркие эмоции и хорошее настроение как детям, так и взрослым.